Продолжение следует... Ну и с вашего позволения хотелось бы мне предоставить слово Алине Юрьевне. Она расскажет немножко о том, какой же контекст, в котором мы собираемся обсуждать сегодня церковь нашей мечты. Вот вопрос в зал, если кто-то ответит, было бы очень интересно. Как вообще вы считаете, сколько процентов россиян соглашаются с тем, что они чувствуют к себе любовь со стороны Русской Православной Церкви? И ответ был такой, что здесь звучали оценки 2%, 10%, 50%, 70%... И 95%. И 95%. Значит, я чувствую к себе любовь со стороны Русской Православной Церкви. Ответ 6% про это сказала. Что же мы, собственно, видим? Ну, по всероссийским... Когда людей спрашивают, понятно, что все зависит от вопроса. Вот как спросят, то что спросить, то и услышать в ответ предстоит. И поэтому, например, формулировка ФОМА, ФОМА общественного мнения собственная. Считаете ли вы себя верующим человеком, если да, к какому вы расповедению относитесь? Версию православия выбрала 2 года назад 70%, в этом году 67%, меньше на 3%. Мы формулировку сдаем несколько иначе и ближе к теме нашего сегодняшнего мероприятия. Процент россиян, которые соглашаются с тем, что они исповедуют православие и принадлежат, ну или скорее принадлежат к Русской Православной Церкви. Таковых было в 2012 году 41%, а в 2014 году 35%. То есть число людей, которые себя относят к церковным, православным, сократилось на 6%. Какая реальная воцерковленность? 35% говорят, что они православные церковные люди. Из них причащаются раз в месяц и чаще 5% человек, то есть где-то порядка 7 миллионов. Напоминаю, что мы говорим о процентах от россиян старше 18 лет. В приходской жизни участвуют и признаются в этом во всероссийских репрезентативных опросах 3% россиян. То есть это 4 миллиона человек. А вот интересно, в какой же церкви оставшиеся 30% церковных россиян? Нет или есть вот та самая, может быть, церковь мечты, которую мы сейчас обсуждаем? Мы говорим о церкви моей мечты. А может это вообще неправильно? Правильно, вправе ли мы вообще, будучи людьми церковными, мечтать о какой-то другой церкви или мечтать о том, чтобы что-то в церкви изменилось по сравнению с тем, что в ней есть сейчас? Мы же все, вообще говоря, в молитвах на сон грядущий говорим следующее перед иконами «Дашь нам ко сну отходящим, ослабу души и тела, и соблюди нас от всякого мечтания». Ну, может быть, не мечты, а обетования какие-то, да? Потому что не личное произволение, как бы, от ветра головы свое, да? А результат некого совестного движения. Смотрите, сама постановка вопроса «Церковь мечты», она уже фиксирует вот этот зазор церкви реальной и церкви некого идеала. Смотрите, очень часто мы слышим, что церковь отделена от государства, а от общества она не отделена. Но это же в частности означает и то, что наше больное общество, глубоко больное, конечно же, влияет на церковь земную. И еще как влияет. И наш церковный быт, и управленческие практики, и хозяйственные практики, и риторика зачастую, они же сплошь и рядом несут на себя отпечатки одновременно и славного советского прошлого, и самого дикого, дичайшего капитализма, и, между прочим, частой феодальной формации, казалось бы, уже давно зазавершившейся на русской земле. Я-то думаю, что церковь нашего обетования будет с нами, а мы с ней и со Христом Спасителем. Но мне кажется, что осмысленно ставить вопрос, это можно только тогда, когда мы поменяем вот эту вот сухую нормативную риторику ценностей, на разговор о живом духовном опыте, личном, общинном, соборном, и на свидетельство нашей собственной способности любить и прощать. Мне кажется, что для начала нужно ответить на вопрос, что мы имеем в виду, когда говорим «церковь». Для начала нужно понять, что церковь – это община вокруг чаши, собранная, и что, собственно, если мы о чем-то мечтаем, то в каком-то смысле это мечтание о себе. Собственно, вот мне кажется, что это очень большая проблема, на самом деле, вообще на роли мирян в церкви, об их, собственно, церковном самосознании, потому что во многом это потребительское отношение, да, то есть, ну, среднестатистические прихожане, они приходят в храм, чтобы там что-то получить, но при этом людей совершенно не волнует, а что они могут дать, да, и откуда вообще в этом храме все берется. И вот мне кажется, пока мы не перестанем, собственно, отделять себя от церкви, и считать, что церковь – это вот какие-то они, а мы – это вот те, кого они должны любить. То есть, церковь вашей мечты – это церковь крайне высокой ответственности самих мирян. Необыкновенно важно, в общем-то, для каждого человека, для себя самого, сформулировать свою мечту, в чем она состоит, вот эта цель, которую я движусь, вот моя миссия на земле. Это очень важно понимать и отчетливо себе давать, понимать прекрасно, к чему ты стремишься, что ты хочешь в этой жизни достичь, какую память ты хочешь оставить на себе, о себе на земле, какая эпитафия должна быть написана на твоей могиле. Для меня, скажем, церковь моей мечты заключается в том, хотя бы, что у человека должно быть какое-то место, особенно вот в нашей такой постсоветской России, должно быть место, где он не встретит грубости, хамства, такого сладофонства, бюрократизма такого, где его будут всячески там терзать какими-то ненужными формальностями. Конечно, люди в первую очередь судят о церкви по священникам и высшему духовенству. Я бы хотела сказать, что церковь моей мечты, если о ней так говорить, то я, собственно, в неё и пришла. Мне кажется, что один из самых таких приоритетных мотивов, которые есть у человека, который первый раз переступает порог церкви, это мотив простого ответа на сложные проблемы. А потом оказывается, что всё происходит не совсем так. Я, конечно, сейчас немножко говорю в риторике, они там вот чего-то хотят, а мы-то знаем как правильно. Я сама абсолютно вплотную столкнулась с этим вопросом, когда год назад скоропостижно скончался мой муж, основатель портала «Православие.Мир», вопрос о том, а почему, если мы делали всё правильно, там венчались, молились, ходили на все службы, постоянно причащались, почему вот такое вот произошло? Я задала этот вопрос, собственно, отцу Павлу Великанову в недавнем интервью о смерти. Отец Павел замечательно совершенно сказал о том, что вот на вопрос, а можно ли прожить так, чтобы без скорбей, спросил, а зачем предложить Христу пересмотреть своё утверждение, что кто не берёт креста своего и не следует за мной, тот не достоин меня? И вот реальное, если посмотреть на реальное описание жизни любого святого, то это всегда страдание, борьба, преодоление и самого себя, и трагических жизненных обстоятельств, и лицемерие церковных людей, и бесовских козней. Вот так сказал отец Павел, и мне кажется, что в этом состоит один из ответов на вопрос, а что, собственно, мы должны говорить людям, и какую церковь мечты мы должны создавать для них. То есть не давать вот такие простые ответы на сложные запросы, а учить себя в первую очередь и этим уже опытом и окружающих проживать через вот эти очень сложные ситуации. Поэтому мне кажется, что если вот это всё суммировать, доброжелательность, честность и умение искать вообще смысл, а не просто вот давать какие-то короткие, формальные, и нам вроде бы теоретически только понятные ответы, и как-то вот учить людей вместе с собой проходить сложные моменты и понимать, что вот именно в этих сложностях каких-то мы можем вместе идти за Христом, вот это вот очень важно. То есть ваша церковь, она честная, она вдохновляющая, она не параллельно перпендикулярная, а готовая к сложностям и признанию своей неспособности в каких-то вопросах дать линейные ответы. Я бы не хотел, чтобы русская прославная церковь пошла по пути угождения общества. Как маркетолог, я хочу сказать, игнорируйте общественное мнение. Вот год преподобного серки, вот хочется вспомнить, что преподобный ушёл в лес от людей, потом вокруг него собралось братье, а потом вся Россия собралась. Вот, мне кажется, это тот образ, которому, собственно говоря, нужно следовать. Не надо пытаться никому угождать, нужно слушать Христа и наших святых. Церковь, она не может мыслиться вне Христа. Церковь-то есть Христос, только Христос здесь и сейчас. И правильная только та церковь, которая является, может не очень красиво будет сказать, но которая является точкой входа во Христа, точкой соединения нас со Христом. Если происходит это соединение с живым, днесь, вчера и вовеки, тем же самым Христом, это та самая церковь, о которой я мечтаю. Всё остальное это вторично. Всё остальное, всего остального может на самом деле быть и не быть. Церковь может быть комфортной, и это хорошо. Может быть крайне дискомфортной, и это прекрасно. Здесь не может быть никакого универсального прилагательства. Она может быть любящей, да, это замечательно. Она может быть такой, что ты придёшь и тебя так опустят, что мало не покажется, но после этого ты из церкви не уйдёшь. Кто-то не уйдёт, а кто-то уйдёт. Понимаете, здесь всё это очень зыбко, всё. Но всё-таки самое главное, первичное в церкви – это Христос. Если мы убираем Христа из церкви, от церкви не остаётся абсолютно ничего. А как мы представляем ту церковь, в которой реально живём, в медиапространстве? Действительно ли мы должны стремиться к тому, чтобы максимально представлять комфортно для зрителя, для читателя, для потребителя? Либо мы должны, не побоюсь этого слова, стать маргиналами, стать слабыми, стать за пределами какой бы то ни было общественной дискуссии, общественного контекста, и говорить только о своих вещах. О тех, на самом деле, вечных вещах, о тех неизменяемых, о тех, в которых испытывается огромная потребность, которых жаждут услышать наши современники. Мы в таком живём информационном обществе, что никаких законченных образов нет. То есть мы в течение дня, своей жизни, года видим совершенно разную картинку мира. Очень хотелось бы, чтобы церковные спикеры говорили о каких-то актуальных событиях мира, как строить отношения к этому. И второй момент — это должно звучать публичное слово «заботы». Любящая церковь, она публично тоже должна как-то присутствовать. Такое христианское милосердие должно звучать. Если уж говорить о вере, то говорить о делах веры. Представление церкви в средствах массовой информации, оно не должно входить плотно в эту общественную ткань. Она не должна быть там, потому что всё равно её там не слышат, её там не видят, её там не хотят. Как-то чувствовать и присутствие активного церковного элемента в светских СМИ нежелательно. Оно не работает на нас. — Позвольте себе с вами не согласиться, совершенно не чувствую противоположности. Напротив, точно подчеркнуть основной, может быть, тезис, который помимо меня проскочил в презентации «хотим мы не хотим», даже оперируя данными, мы в них что-то вносим своё личное. И здесь как раз вот этот формат долженствования, который, тоже соглашусь с Ксенией, это всегда вопрос к себе лично. Это не то, что кто-то там где-то. Вот, может быть, счастливые люди, которые оказались в числе 6% чувствующих любовь. Такая вот замечательная, несиротская, но всё-таки, извините меня, есть ещё 94%, которые не чувствуют. Любви мало. А, она, вроде, бесконечно. Не хотят, что-то с ними не то. Ну, то уж как-то. Почему вдруг? Страдают историалисты коммуникации? Они знают. Здесь специалисты сидят. Они нам расскажут, что там с коммуникацией происходит. И в этом плане как раз любящая церковь, это как раз, которая может быть, ну, это же как бы достаточно евангельская церковь, момент такой, что нет языка, да, нет понятия, на котором в этом говорить. И тут я такую как бы дерзкую выскажу мысль, вот сейчас просто, вот у нас есть основы православной культуры в школах. А почему нет основы христианской физики? Ну, хорошо, не в школах, ну, хорошо хотя бы, я не знаю, в вузах, факультативах, журналистов. Потому что вот сама, вот то, что говорил Андрей о том, что говорить о делах, вот когда нет услов и понятий, остаются личности. Остается то, что, по сути, вот делает и свидетельствует человек личным примером. То, что вот Ксения сказала, это вообще, я себе отметила, ответственная и практичная, по сути, церковь. Вот это же, по сути, есть та самая экономия. Вот быть практичными можно, а вот слова не поймут. Ну, я не о том, что его как бы нет как слова, я о том, что его нет в дискурсе, в нарративе, как угодно. Вот давайте спустимся с наших высот на грешную приходскую епархиальную землю. Приход в городе Н, где есть один батюшка, где есть верующий, где есть прихожане, где есть что-то вроде бы похожее на приход. Есть некий человек, который являет в одном лице всю пресс-службу. Перед ним стоит задача свидетельствовать в интернет-пространстве, своим сайтом или своим блогом, своей записью в социальной сети о жизни прихода. Но на приходе не ведется ни социальной деятельности, да и батюшка как-то не особо ревностный и к богослужениям, и не то, чтобы уж из него прям любовь изливается обильно на всякого приходящему к нему. И что же делать в этой ситуации этому несчастному пресс-секретарю придумывать, свидетельствовать о том, что та реальная церковь, тот реальный приход, который имеется, он не соответствует идеальному представлению церкви. Или что? Как быть в этой ситуации? Какой образ церкви должен создаваться этим конкретным приходским СМИ? Вот когда мы в храме, куда я начинала ходить, столкнулись с этим вопросом, а как людям окружающим рассказывать про наш небольшой храм, мы как-то таким коллективом приходской молодежи пошли по пути, надо сделать что-то самим хорошее такое, замечательное, и потом про это рассказывать. Например, вот есть воскресная школа, нас туда пустили преподавать, значит, сделаем это таким прекрасным, интересным, замечательным местом. Будем там пробовать как-то это место обустроить. Сделали ребята молодежный клуб при храме и стали его делать таким, что о нем было им самим интересно рассказывать. То есть не ждать, мне кажется, каких-то инфоповодов или их отсутствия, или как-то высасывать их из пальца, а пробовать что-то такое начать делать самим, в том числе и пресс-секретарям. Мне хотелось бы еще несколько слов сказать, я бы хотела не согласиться в отношении того, что если людей начать слушать, то мы скоро, значит, останемся с богослужением в одну минуту, значит, сидеть на скамейках. А вот почему мы так решили? А почему мы так плохо думаем о людях? Риторический в данном случае вопрос. Я предлагаю нам... Нет, я хочу сказать, здесь привести в пример то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах. Там есть очень интересная динамика огромного наплыва людей, верующих, новообращенных в антиохийскую православную церковь. Причем наплыв этот происходит из, в основном, протестантов, понятно, из как раз людей, у которых на службе сидят, службы короткие, все просто, значит, танцы с бубнами, в частности. Люди идут в антиохийскую православную церковь, и вот все те свидетельства перехода, которые мы переводили, а их много, сводятся к тому, что мы пришли, было очень красиво, очень длинно, ничего не понятно, но мы поняли. Вот оно вот тут вот. Сейчас нам уже все понятно, потому что они ради этого часто учат греческий язык. Значит, все понятно, все поняли, все осмыслили, да, мы пришли в правильное место. Поэтому мне кажется, что не обязательно люди сразу, значит, вот так вот, все будет плохо, если проводить соцопросы. Потому что если людей, наоборот, совсем не слушать, то мне кажется, это будет еще как-то хуже и печальнее. Вот еще несколько вещей хотелось бы сказать здесь от, собственно, реакции на какие-то общественные события. Сложно, конечно, сейчас об этом говорить. В последние полгода ситуация стала действительно очень сложная. И тут можно, наверное, цитировать только Святейшего Патриарха, который повторяет, недавно сказала снова о том, что и там, и там наша паства во всех частях Украины. Но я помню, как этот вопрос встал перед нами, перед коллективом прав мира. Это были светлые времена, когда самые ожесточенные дискуссии были по поводу того, можно ли красить в пост ногти, или вот что делать, если, значит, съел колбасу великим постом. Это был где-то, наверное, 2010 год примерно тогда. Произошла тогда, значит, вот катастрофа на Саяно-Шушинской ГЭС, а мы все продолжали что-то такое писать про колбасу в пост, грех это или нет. И тогда несколько человек меня спросили, а почему на правом мире нет ничего про вот эту катастрофу? А вам что, вот православные, вам плевать, что там сейчас происходит? А вам вот совсем это все равно, что там вот люди, что там наводнение, там вот это вот. А вот, значит, параллельно с этим где-то резня, где-то еще какая-то вот катастрофа происходит. А вы-то где при этом? Вам вот параллельно? И тогда мы как-то посмотрели по сторонам и поняли, что так, вот тут у нас батюшка есть, знакомый в Минусинске, они все переживают из-за наводнения, придет к ним или нет. А тут вот еще что-то, а тут вот еще что-то происходит, а тут вот православный священник укрывает, значит, вот узбеков от резни. А много очень того, о чем мы можем говорить. Много можно найти оснований для того, чтобы показать, что верующие, они в эпицентре всего этого, они не где-то там, вот мы в каком-то абстрактном сферическом вакууме существуем. И вот еще один комментарий по поводу того, что было сказано, в частности, Андреем Фетисовым о том, что слова со смыслом, они теряются. Вот как раз я и хотела сказать, что слова по-настоящему со смыслом, когда человек прочитал, и у него это вот что-то такое сжалось, ёкнуло в сердце, они не теряются. Человек сразу идет и перепощивает в Facebook или в ВКонтакт. От него еще это подхватывают сотни. А дальше начинаются вот уже такие обороты, что вот мы сейчас с удивлением наблюдаем об одной нашей статье про трудности материнства, как она набрала уже 50 тысяч лайков в Facebook, она живет какой-то совершенно своей жизнью, и действительно, вот если происходит встреча человека со смыслом, встреча человека с ответом, он не хранит это в себе, он бежит об этом рассказать всем, и таким образом он смысл этот тиражирует. Качественно можно описать только то, что существует. Отцы Седьмого Вселенского Собора говорили, взираем на образ, умом восходя к первообразу. И я говорю, нет образа без первообраза. И в этом смысле, ну, понимаете, какая вещь, честность лучшая политика. Да, мы же все говорим о серьезных вещах очень, да, обо всем, что связано с церковью, но вот мой старший товарищ Олег Генесарецкий, которого уже вчера вспоминали, он не устает напоминать, что серьезность-то бывает двух сортов. Серьезность звериная, когда слюна с клыков падает, и серьезность ангельская, то есть легкая и веселая. Он говорит, ведь ангелы-то легкие, иначе они не смогли бы летать. И вот этого порой, опять же, со всех сторон не хватает. Хочется, чтобы этого было больше. Веселье. Просто веселье. Мы не должны бояться разговора друг с другом внутри церковной среды. А вот интересно, можем ли мы эту тему выносить за пределы церковной среды, если мы видим какие-то недостатки, какие-то проблемы, какие-то действительно... Где пределы? Да, вот в этом-то и вопрос. Слушайте, где хранится? Когда причащается 5%, так сказать, исповедует принадлежность к церкви 40%, а исповедует православную 80%. Где границы... Понимаете, в мистическом смысле я как бы понимаю и знаю. А где границы церкви вот как бы в бытовом, социологическом, если хотите, смысле? Понимаете, Каевич, мы живем в открытом мире, и это фактически факт. Да, открытый мир. С этим никуда не деться. Да, но в этом открытом мире есть все-таки разные площадки. Вот меня интересует момент границ. Идите, научите все народы. То есть нормально, когда никаких границ для наших разговоров, для нашей дискуссии нет, в принципе, и быть не может. Смотри, Ксения хочет сказать. Я хотела сказать к предыдущему вопросу. Во-первых, ваш вопрос про несчастного пресс-секретаря, которому не о чем писать, о людях надо писать. Ну вот в ситуации такого вот, простой вот этой вот ситуации, которую вы описали, ну вокруг же прихожане, вот они стоят на службе, а ты про них ничего не знаешь. А если он подойдет, то у какой-нибудь бабушки возьмет интервью про всю ее жизнь. Знаете, как читаются такие рассказы? И вопросы, что людей волнует на самом деле. Вот та самая передача опыта, разговор от человека к человеку. Собственно, вот это и надо делать. Тот самый христианский опыт. То, как они пришли, какие у них вопросы, что их мучает. И потом уже глядишь, и батюшка начнет реагировать, им интереснее станет. Он познакомится со своими прихожанами на собственном сайте. И люди друг другу узнают. Зачем фасад это создавать? Не нужно. Нужно рассказывать о том, что есть. А что касается вот тоже того, о чем Аня говорил и все предыдущие ораторы. Важно не только, что мы говорим, но и то, как мы это говорим. И современное, опять же, открытое общество, о котором уже Дмитрий Владимирович упомянул, оно таково, что люди не слушают, то есть они, конечно, слушают тех, кто демагогов, которые с трибуны что-то им несут. Но в принципе, для того, чтобы человек тебя действительно услышал, а не ты его чем-то убедил и сманипулировал, тоже с ним говорить на равных. Только разговор с человеком, вот не нужно залезать на табуретку и с нее что-то вещать. Вот эта интонация, норовоучение, она тут же отталкивает всех. И то, что сейчас очень многие даже священники стали использовать язык вражды, тут вот не хватает лингвистов, которые бы пояснили, что это такое. Вот это, собственно, та катастрофа, которую мы сейчас наблюдаем. Потому что лингвистический анализ того, что говорится, вот если кто-нибудь проведет, это будет действительно очень неприятный результат. Потому что нельзя позволять себе говорить, просто употреблять слова, которые сейчас многие употребляют. То есть мы не должны вставать на табуретку и ощущать себя глашателями правды. Отвечая на вопрос о границах, мне кажется, здесь вопрос не в границах, а в целеполагании. В целеполагании говорящего. Если цель это полемический задор, собрать больше лайков и выказаться таким отчаянным, бесстрашным героем, полемистом, публицистом, то неважно, где происходит разговор. Который не побоялся. Да, он вначале будет внутри прихода, потом он разверет церковную ограду, потом он идет к внешним, потом он идет совсем к внешним, по ту сторону, как говорится, и остановится. Если цель это переживание и цель переживания сделает действительно лучше, в первую очередь, исправить себя, потом как-то, может быть, и донести что-то до окружающих, то опять же, не важно, где это говорится, потому что это будет говориться к пользе. Мне кажется, что вопрос не в границах, а цель и полагания. Опираясь на авторитеты, которые есть в обществе, ну, конечно, достойные авторитеты, можно выводить людей к более глубоким смыслам. И, конечно, не бояться дискуссий, не бояться открытости. Понятно, что есть какие-то темы, которые обсуждают только в кругу семьи. Ну, это каждый из нас знает. Есть темы, которые мы можем обсудить только с близким человеком, с близким другом. И не надо их выносить на общее обсуждение. Это совершенно понятно. Потом есть совершенно разные типы СМИ, есть там телевидение, радио, есть там многотиражки. Поэтому для всех какой-то выработать один критерий при поднесении информации о церкви, на мой взгляд, невозможно. Но вот то, о чем Ксения сказала, это действительно, мне кажется, одно из ключевых таких положений. Человеку нужен человек. Напомните, у Тарковского это. Человеку нужен человек. И, конечно, образ верующего, глубокого человека, вот то, что мы тоже, в Татьяне, не постоянно для нас это было центральным таким направлением, показать этого человека его глубину, красоту, какой он необыкновенно, как он необыкновенно красив, вот этот образ Божий, особенно если это верующий человек. Это лучше всяких любых слов, любых фасадов, любых замечательных предприятий действует на всех окружающих. Смотрите, говорить можно обо всем, я по-прежнему так думаю, но вопрос как бы зачем, да? И вот этот вопрос, удивительное чувство меры, желание не навредить, и вот это вот отсутствие, знаете, как вот у меня дети говорят, страстного желания нанести пользу и причинить добро. Вот это, мне кажется, тоже важно. Друзья мои, я всех сердечно благодарю. И в завершение мне хотелось вот что сказать. Наверное, это хроническая наша исконно русская особенность, что мы ждем каких-то внешних перемен, которые неизбежно приведут к положительному результату того состояния, в котором мы находимся. Ну и дело в том, что эти перемены делают люди, а эти люди это мы с вами. И та церковь мечты, о которой мы сегодня говорили, это та церковь, которая на самом деле сидит где-то глубоко в сердце каждого из нас. И вот хочется пожелать, чтобы каждый на своем месте, если имел что сказать, говорил, только в том случае, если действительно за этими словами не страшно ответить на страшном суде, и если мы действительно имеем что сказать, и говоря это, мы сможем вывести церковь мечты в сегодняшнюю реальность. Мы сможем эту церковь сделать церковью нашей, потому что мы с вами есть та самая церковь Христова. Помощи всем Божьей еще раз всех благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ